Депутат Венесуэльского парламента Хосе Гера заявил, что Николас Мадуро планирует вывести из страны часть золотого запаса российским самолетом, прибывшим накануне в Каракас. Я цитирую народного избранника. «Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы. Из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывести не менее 20 тонн золота. Мы требуем от Банка разъяснений», – написал политик в Твиттере. Как сообщалось ранее, 28 января из подмосковного аэропорта Внуково в небо поднялся Boeing 777, следующий в Каракас без пассажиров. Посол Венесуэлы в России предположение о вывозе золотовалютного запаса из Латиноамериканской республики в Россию опроверг. Он назвал ложью из сообщения о том, что российские наемники из частной военной компании прибыли в Венесуэлу для обеспечения охраны президента Мадуро. Но подозрения все-таки крепнут. Ранее сам Мадуро в интервью агентству Реновости сказал, что знает о поручении его убить, но уверен, что его хорошо защищают. Президент отказался отвечать на прямой вопрос, есть ли среди лиц, обеспечивающих его безопасность, российские частные охранники. Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего. У меня нет комментариев по этой теме, сказал Мадуро, назвав своим главным защитником Господа Бога. Тем временем ситуация в Венесуэле остается подвешенной. В стране два президента, акции протеста продолжаются, мир разделился на тех, кто за Мадуро и тех, кто за Хуана Гуайдо. И в Москве убеждены, что отказ оппозиции Венесуэлы от диалога с властями страны поощряют, снова цитата, западные спонсоры. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. И, кстати, накануне США передали Гуайдо активы Венесуэлы в американских банках. У нас на связи Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «Рус Энерджи». Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Большое вам спасибо, что присоединились. Довольно запутанная ситуация сейчас в Венесуэле. Двоевластие, можно сказать. Все анализируют и прогнозируют, что будет делать армия и военачальники, от которых сейчас очень многое зависит, на чьи они будут в стране, переметнутся ли. Вот ваш прогноз в результате. Это выльется в какую-то масштабную войну или как-то договорятся стороны? Уж очень много сил, сосредоточенные на той и на другой стороне. На стороне Мадуры военные. И потом, когда он говорит, что его охраняет только Господь Бог, это не совсем соответствует действительности, его охраняют еще 20 тысяч кубинских наемников, которые тоже не собираются переходить на сторону оппозиции, поскольку присланы туда совсем не для этого. И в этой обстановке, я думаю, что-то сделать будет довольно трудно. Есть фактически два парламента, неконституционная ассамблея, которую Мадуро и пропихнула к власти, и, собственно, парламент, который поддерживает нового президента. Есть очень серьезное опасение, что выльется это все в конце концов в большую кровь. И, на ваш взгляд, может ли ситуация дойти до участия внешних сил? Потому что очевидно, что есть Соединенные Штаты Америки, которые не исключают разные варианты развития событий. Все понимают, что это намек на непосредственно «boots on the ground», как говорят американцы, присутствие военнослужащих, техники военной на земле в Венесуэле. Есть Российская Федерация, которая, очевидно, не допустит того, чтобы Америка хозяйничала в этой латиноамериканской республике. На ваш взгляд, если прольется кровь, то прольется ли только венесуэльская кровь? Я сомневаюсь в том, что конфликт примет такие очертания, как вторжение американцев или российских войск в Венесуэлу, и тем более прямая конфронтация американцев с Россией. Американцы, я предполагаю, тоже не будут соваться без оглядки в эту страну, поскольку, ну, как минимум, по некоторым данным, у венесуэльцев уже накоплено чуть ли не пять тысяч стингеров для того, чтобы сбивать самолеты и вертолеты. И в этой обстановке, когда еще и половина народа может перейти на положение партизан, вводить туда какие-то войска не имеет никакого смысла. Лучше дождаться, пока сами венесуэльцы что-то конкретное решат и к какому-то итогу придут. Что касается России, тут тоже, я думаю, никто не полезет туда со своими войсками. Самое большое, что могут сделать, это действительно послать туда, ну, небольшой контингент, человек 200, а может быть, 400 наемников, тех же пригожинцев, условно говоря, для того, чтобы защищать Мадуру, у него хорошая защита из кубинцев, а для того, чтобы защищать людей, которые контролируют потоки наличности. Потому что Россия в Венесуэлу вложила очень много. 17 миллиардов долларов, о которых говорит в сообщениях Рейтер, я думаю, что это не вся цифра. Ну, это имеется в виду по линии Роснефти, как минимум, да, это инвестиции в нефтяной сектор, если я правильно понимаю сообщение Рейтер. Нет, нет, не только. Нет, потому что Роснефть сначала вложила где-то около 6 миллионов долларов, затем еще около 4, и потом вложила еще один миллиард, миллиардов долларов, не миллионов, а потом вложила еще один миллиард из тех 6 миллиардов, которые пообещали в декабре Мадуру, когда он был в Москве. Вот эти самолеты таинственные, которые летают туда-сюда, которые якобы вылетают из Внукова в Каракас, и они пустые, потом они прилетают обратно якобы с золотом и прочее-прочее. Насколько достоверна эта информация, на ваш взгляд? Ну, я абсолютно не имею такой информации, чтобы подтвердить. Я понимаю, но если мы проанализируем. Давайте теоретически посмотрим. Ну, зачем было вообще российские деньги туда вкладывать? Потому что, ну, сразу было понятно, а уж тем более в декабре прошлого года, что деньги эти венесуэльцы никак не вернут. Это первое. Второе. Роснефть, которая туда вкладывала огромные деньги, она же не имеет ни технологий, ни подрядчиков авторитетных, чтобы добывать вот эту очень сложную венесуэльскую нефть. Так что деньги пошли на что-то другое. А на что другое, это единственное, что я предполагаю, что это откаты. То есть здесь налицо, если логически следовать вот этому рассуждению, налицо мог быть сговор между российскими официальными лицами и венесуэльскими наркогенералами, которые рядом с Мадурой сидят, с тем, чтобы эти деньги каким-то образом поделить. И если посылать сюда самолет для того, чтобы вот эти деньги или в виде золота, или в виде наличности перевезти в какое-то другое место, но не в российские закрома Родины, а скорее всего на банковские счета доверенных лиц. Кстати, о банковских счетах, Михаил, сразу же приходит в голову решение Соединенных Штатов. Разморозить активы венесуэльские и передать их Хуану Гуайдо. Вы знаете, очень многие как-то скептически смотрят на вот эту демонстративную поддержку лидера венесуэльской оппозиции со стороны Соединенных Штатов. А вам, как кажется, насколько это приемлемо и уместно вообще? Ну, мне тоже не очень понятно, как это все будет происходить, поскольку вот до сих пор реальные деньги за венесуэльскую нефть платили только Соединенные Штаты. Вот туда, на эти счета, помимо 7 миллиардов долларов, которые были арестованы, должно было в ближайшие месяцы поступить еще больше денег, вплоть до 11 миллиардов долларов. И если их будет контролировать новый президент, ну назовем его президентом, но это очень важно, что у Мадура денег не остается. Мы уже видим заявления очень смешные от сторонников Мадура, от высокопоставленных чиновников, что поскольку у нас денег теперь мало и мы не можем ничего сделать, давайте немножко прижмемся и будем использовать для подкормки населения внебюджетные средства. Но мир так заржал, потому что внебюджетные средства – это доходы от наркотрафика и взяток. О, Господи, какой кошмар. Но если попытаться резюмировать нашу с вами беседу, Михаил, вообще в Венесуэле насколько реально, с учетом катастрофического положения, которое мы наблюдаем, с учетом гиперинфляции, достигающей там миллионов процентов, с учетом нищеты и абсолютно прямого голода, без преувеличения, говорю я, можно ли предположить, что новый президент или какая-то другая политическая сила в обозримом будущем выведут Венесуэлу на нормальное развитие, экономическое, социальное? Можем ли мы говорить о том, что эта страна может вылезти в ближайшее время из того ужаса, в который она погрузилась? Ну, не в ближайшее, но может. Есть ключ вот к решению этой проблемы. Ключ находится в руках нового руководства. Если это руководство создаст условия для возвращения в страну международных нефтяных компаний с их технологиями, финансами, возможностями, опытом, кадрами, то тогда Венесуэла сможет, ну, в течение, может быть, двух-двух с половиной лет, каким-то образом, не полностью, но восстановить добычу нефти и начать получать нормальные деньги, а не вот то, что она сейчас получает, уже получила от России и Китая и расплачивается за это нефтью и довела свою отрасль до черт знает чего. Вот если придут эти компании, то это будет, ну, фундаментом для возрождения Венесуэлы. Если не пустят компании, если продолжится эта вот левацкая и истеричная позиция по всем, долой всех иностранцев, мы тут всем раздаем деньги от бедноты до бог знает кого, ну, тогда Венесуэлы просто не будет. Это будет какое-то, ну, болото, где будут сидеть нищие люди и копошиться, как черви наркобароны-генералы. Ну, я правильно понимаю, что тот факт, что Соединенные Штаты лишают Венесуэлу финансирования, очень серьезно влияет на ситуацию в стране, и если говорить, просто взглянуть на это с другой стороны, то американцам, в принципе, не нужно отправлять туда военных. Они с точки зрения контроля над Венесуэлой вполне могут себе позволить этот контроль экономическими, финансовыми рычагами, правильно? Совершенно верно. Вот так сейчас и делается. Что достаточно? Если со стороны Вашингтона посмотреть, то это единственный способ каким-то образом повлиять на ситуацию. Что ж, большое вам спасибо. Мне кажется, если у кого-то были сомнения или вопросы по Венесуэле, то мы ответили на все эти вопросы. Очень с вами интересно. Михаил Крутихин, партнер консалтинга компании «РусЭнерджи». Благодарю вас за эту беседу. Вам спасибо. И сейчас к нам присоединяется Виктор Хейфиц, эксперт по Латинской Америке, профессор кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ. Здравствуйте. Добрый вечер. Я помню, что мы с вами общались по поводу Венесуэлы и ситуации там буквально несколько дней назад. Как вы считаете, насколько рычаги, которые сейчас использует Вашингтон, могут серьезно изменить ситуацию, расклад сил Венесуэли, я имею в виду финансовые рычаги. Вы как раз говорили с Михаилом Крутихиным до вас об этом. Насколько это серьезное давление на Мадуро? И есть ли шанс, что его сметут, как только он потеряет деньги, а он их теряет? Ну, это достаточно серьезная вещь. Скажем так, это не изящная накинутая удавка, но это удавка, и она стягивается. Годило, я, может быть, дополнил, выступавшую коллегу, я кое-что слушал. Конечно, не только США платят доллары в Венесуэле, но и Индия, хотя гораздо меньше США, и, безусловно, ситуация катастрофическая в венесуэльской нефтедобывающей сфере, добыча производства нефти падает, Россия нарастет, в Венесуэле она сокращается, и, конечно, это серьезный удар по правительству Мадуро, только тут маленький момент. А если Венесуэла прекратит отгружать нефть дальше в США, не получая за это денег, Мадуро вряд ли будет просто так отдавать нефть, ему придется где-то деньги брать, вариантов немного. Он может их просить у России, он может их просить у Китая. Но я не уверен, что в действующих условиях Россия и Китай готовы брать Мадуро на полное обеспечение, прекрасно понимая, что эти деньги потом не вернутся никогда. Но я не уверен, что это окончательно обрушит Мадуро, но это нанесет серьезный удар по его возможности контролировать ситуацию. Да, вот в этом вы согласны с Крутихиным. Я должна еще к одной интересной детали перейти, если позволите. Вашингтон заявил, что рассматриваются, цитата, все варианты вывода Венесуэлы из кризиса. И, кстати, не могу не вспомнить о загадочной записи в блокноте советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джона Болтона. Вот вы сейчас видите этот блокнот. Пять тысяч военнослужащих в Колумбии. О чем идет речь, как вы думаете? Я просто сразу скажу, извините, что я должна вставить пять копеек своих, но не могу поверить вообще ни при каких обстоятельствах, что это случайность. Что вот этот блокнот, так он вот совершенно случайно оказался раскрытым, и написано там только это, пять тысяч военнослужащих в Колумбии. Я думаю, что это один из способов повлиять на ситуацию. То есть Болтон хотел дать понять, что США рассматривают в том числе вопросы о задействии военнослужащих. Я не думаю, что это означает, что они их обязательно задействуют, но это намек, что вот и такой вариант мы тоже рассматриваем. Конечно, блокнот, когда попал в пользу зрения камер, совершенно не случайно. Но давайте тогда попробуем определить, если эти пять тысяч военнослужащих и правда будут переброшены в Колумбию, как это вообще работает? Можно описать ситуацию? Зачем в Колумбию? А если надо перебрасывать? Там находятся американские военные базы. Там уже есть американские военнослужащие. А расскажите, что они там делают? У США есть несколько военных баз в Колумбии. Они находятся там по соглашению с правительством этой страны. Они появились там достаточно давно. Но это с нынешним кризисом не связано. Более того, был момент, когда американцы собирались их выводить, а колумбийское правительство настояло, чтобы они остались. Потому что американские базы, это в том числе и рабочие места. Поэтому в случае, если вторжение в Венесуэлу будет, в чем я не уверен, то у него удобнее всего делать через территорию Колумбии. Потому что, во-первых, с этой стороны не нужно задействовать самолеты и вертолеты. Это можно делать сухопутными силами через Сельву. А во-вторых, пограничные штаты Венесуэлы, часть из них, в них как раз губернаторы от оппозиции. Там проще плацдарм создавать. Плюс ко всему, проще задействовать колумбийских военнослужащих или частные военные компании, а не посылать непосредственно американских военнослужащих. Виктор, у меня последний вопрос. Как вы думаете, кому направлен был этот месседж, как выражаются господа американцы, Джона Болтона? Все-таки мы понимаем, что это советник президента по нацбезопасности. Он выступил как раз с грозным заявлением в тот самый момент, когда у него эта папочка, этот блокнот оказался в руках. И кому он это адресовал? Неужели просто журналистам? Это Мадуро или это Гуайдо или Москве? Кому? Мадуро, Москве и Пекину. И насколько, например, для Москвы, поскольку Москва нам ближе, по понятным причинам, насколько это для Москвы убедительный довод держаться подальше от Венесуэлы? Ну, я не думаю, что это станет окончательно убедительным доводом. У России, насколько я понимаю, нет военнослужащих в Венесуэле, по крайней мере, военнослужащих, которые готовы участвовать в прямом столкновении. Собственно, недавно это и руководители американской разведки подтвердили, сказали, что по их данным китайских и российских военнослужащих в Венесуэле нет. Но если Москва решит участвовать в этом комплекте, это не будет серьезным предупреждением. Но я не думаю, что Москва готова перебрасывать туда воинские части. Поблизости никаких баз подскока нет. Сирия ближе, чем Венесуэла. Венесуэлу просто так в флот не отправишь, можно самолет перебросить. А наемники как же? Ну, наемники в этой ситуации реальной боевой силы не будут, потому что их нужно будет туда перебрасывать несколько тысяч, 400 человек. Это только если охранять кого-то или обеспечивать безопасность кого-то. Опять же, не думаю, что это безопасность. Мадуро охраняют кубинцы. Другое дело, что я хочу сказать, что кубинцы не будут стрелять венесуэльцев. Кубинцы не будут стрелять венесуэльцев. Я вас поняла. Да. Что ж, большое вам спасибо, Виктор Хейфиц, эксперт по Латинской Америке, профессор кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok